Привет, как дела? Сегодня я расскажу вам о том, что ожидает нас в Лондоне в феврале. Уже 1 и 2 февраля в выставочном центре Олимпия состоится новое шоу Plant Powered Expo. Это шоу основано на растениях, на всём, что можно производить из растений, еда, одежда, текстиль и так далее, а также йога и фитнес. Очень много всего интересного, надо сходить и посмотреть, так как шоу новое, я ничего пока вам не могу о нём рассказать. Как-нибудь в следующий раз. Уже 2 февраля в Royal Albert Hall состоится церемония награждения BAFTA. Это английский Оскар в области кино и телевидения. Как попасть на это мероприятие, я вам рассказывала уже в предыдущем ролике. Смотрите вот здесь. В этом году, кажется, лучшим фильмом станет фильм под названием Joker. Фильм претендует аж на 11 номинаций, главные из которых это лучший фильм года и лучший актёр года. С 9 по 11 февраля в выставочном комплексе Олимпия состоится Pure London Show. Это трейд-шоу для создателей и любителей одежды. Здесь можно будет посмотреть катволкс, то есть подиум, а также послушать форкаст, то есть предсказания на будущий сезон осень-зима 2020 года. Приходите, будет очень интересно. О том, какая мода нас ожидает весной и летом этого сезона, смотрите в этом ролике. 12 и 13 февраля в выставочном центре Excel состоится шоу под названием Learning Technology, то есть технологии для обучения, где можно будет послушать некие семинары и посмотреть такие разработки в области виртуального или дистанционного обучения. Приходите, там тоже очень интересно, особенно для тех, кто работает в сфере образования и обучения. 15 и 16 февраля в выставочном центре Олимпия, опять же таки, состоится National Wedding Show, то есть национальное свадебное шоу, где можно посмотреть платья и костюмы, которые будут в моде в нынешнем сезоне в свадебной индустрии. А также подобрать себе свадебный наряд, если вы собираетесь жениться или выходить замуж. О свадебном шоу я чуть-чуть попозже вам расскажу. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить самое интересное. 16 и 17 февраля в бизнес-дизайн-центре в Ислингтоне состоится London Age Show. Это шоу разных стилей, альтернативных культур. Очень интересное шоу, особенно для тех, кто увлекается готами или какими-то байкерами и так далее. Кто любит нестандартно выглядеть и одеваться, приходите, там тоже будет подиум, там тоже представляют новинки в области одежды и аксессуаров. А также шоу будет интересно не только людям, которые интересуются альтернативной культурой. Сходить туда и посмотреть, что это такое, всегда можно, особенно если это бесплатно. Регистрируйтесь на сайте бизнес-дизайн-центр и приходите посмотреть, если вам будет нечем заняться. С 20 по 23 февраля в выставочном центре Олимпии состоится London Car Classic Show. Раньше он проходил в Excel, теперь обратите внимание, он будет проходить в Олимпии. Что там можно увидеть? Старинные ретроавтомобили, которые будут представлены на дисплее, а также современные автомобили, которые на данный момент существуют. Часто там можно увидеть машины изнутри, посидеть в машине, попробовать взять тест-драйв, ну а также посмотреть очень древние автомобили, которые совершают круг почета в специально отведенном месте. С 24 февраля по 1 марта в Лондоне будут проходить масленичные гуляния. К сожалению, основное действие, основной концерт на Трафальгарской площади в честь масленицы уже давно отменили в связи со сложившимися отношениями между Россией и Великобританией. Но масленица также продолжает существовать на просторах Лондона в различных местах. Заходите на сайт масленица в Лондоне и смотрите, на какой концерт вы хотите попасть или какое мероприятие вы хотите посмотреть. 26 и 27 февраля в выставочном центре Олимпия состоится Travel Technology Europe Show. Это трейд-выставка для экспертов и работников в области туриндустрии. Но думаю, она также будет интересна обычным людям, которые любят путешествовать и узнавать новые технологические разработки и инновации в туристическом бизнесе. Например, на прошлой выставке я изучала в виртуальной реальности, как выглядит круизный лайнер, на котором я бы хотела поехать попутешествовать. Мне надели очки и я смотрела в разные кабины, в разные каюты, а также в огромный зал для ужина, выходила на палубу. То есть есть некие технологии, которые представляются для туристов, чтобы продать продукт. 29 февраля по 1 марта в выставочном центре Олимпия состоит мероприятие под названием Comic Con, где собираются фанаты различных фильмов и мультфильмов, а также компьютерных игр, наряжаются в наряды своих героев и тусят там между собой, общаются и играют в какие-то игры. Так что приходите на любое мероприятие, которое вам будет интересно. Заходите на мой канал, смотрите об этих мероприятиях. Я очень часто рассказываю в подробностях, как туда попасть, что там происходит и когда именно это мероприятие будет проходить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!